А мы переходим к следующей участнице сегодняшнего 14 эфира, имя которой, это имя звучало уже неоднократно в наших эфирах, Татьяна Баландина, дорогие друзья. Да-да, та самая Татьяна Баландина, песни которых помогают нам просто улетать от реальности. Добрый вечер, Радио Шансон Плюс, добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, Татьяна. Сегодня на ваш творческий суд в рамках конкурса хочу представить две свои новые песни, а заодно и рассказать истории их написания. И перед этим хочу сказать и, как обычно, всех призвать быть открытыми, светлыми и позитивными, не стесняясь говорить добрые слова и комплименты. Ведь порой одно только слово, сказанное от души, может кому-то изменить жизнь или послужить творческим началом чего-либо, как это было у меня. И мне очень хочется поблагодарить вас, Дмитрий. Так, приближаемся, за что же вы хотите меня поблагодарить, Татьяна? Да-да, ведь это именно с вашей легкой руки, а точнее после вашего комментария, и родилась песня под названием «Счастливое лето». А было это так. Почти год назад я узнал о конкурсе «Твой шанс» и, поняв, что успею принять в нем участие, сразу отправила свои четыре песни, а потом очень переживала. Ведь песни про Новый год и пушистый белый снег, а на дворе было уже почти начало лета. Но ваш отзыв, ваш комментарий, Дмитрий, когда вы сказали, что после прослушивания моих песен хочется убежать куда-нибудь в ромашковое поле, смотреть на небо и кушать мороженое. Да-да, Татьяна, я помню этот момент. Вот именно это и хотелось тогда мне сделать. Так вдохновил меня, что я подумала, а ведь неплохая мысль, и решила, что такой песне быть. А написала я ее уже после того, как узнала, что мои композиции были очень высоко оценены на вашем конкурсе. Был невероятно душевный подъем, и по дороге с моря в Москву, сидя в кресле автомобиля, я просто строчила песни, слушая ваш поздравительный эфир. И их у меня тогда накопилось шесть штук сразу. Так что можно сказать, что вы, Дмитрий, в некоторой степени савтор этой песни. Спасибо вам. Ну что ж, еще хочется сказать, что это первая моя работа, где я пою дуэтом с замечательным, красивым, невероятно талантливым музыкантом, который помогает мне в моей работе Игорем Красильниковым. Он профессиональный гитарист и пианист, а теперь еще помогает мне в записи дуэтных песен. И это прекрасно. Ну что ж, Татьяна Баландина, Игорь Красильников, ну и я, Дмитрий, и все наши слушатели, давайте все-таки послушаем ту самую песню, мой комментарий, который вдохновил Татьяну к ее написанию. Счастливое лето, и пусть это лето будет для всех счастливым, дорогие друзья. Или хотя бы 3 минуты, 33 секунды, пока звучит эта песня, почувствуем себя все счастливыми. С тобой вдали от городской суеты, где-то в ромашковых полях, вдруг оказались лишь я и лишь ты. И вольный ветер в небесах, он соло танцевал в цветочных лугах, не замечая нас с тобой, чтоб не мешать ему в душистых цветах, укрылись мы с головой. И точно как в детстве, девясь облаками, пушок сутувальчиков тихо сдувая, едим, наслаждаясь, как в детстве когда-то, как облако белую сладкую вату. И солнце над миром летит золотое, даря нам минуты любви и покоя. Ах, время не учись, ты теперь, дорогое, такое короткое лето. И белым пуделем летят облака, и кучерявые барашки, их догоняют, подгоняя слегка, как будто это игра. И в легкой дымке задремал горизонт, и над цветущей землей раскрытое небо, словно сказочный зон, от всех укрыв нас с тобой. Я словно как в детстве про все забывая, с тобой эту сказку сейчас наблюдаю, и даже не знаю, откуда такая. Пришла ты ко мне, как мечта неземная, и солнце над миром летит золотое, даря нам минуты любви и покоя. Ах, время нечистый теперь, дорогое, такое счастливое лето. Мы оба как в детстве про все забывая, пушок задуванчиков тихо сдувая, и дим наслажаясь, как в детстве когда-то, как облако белую сладкую вату. И солнце над миром летит золотое, даря нам минуты любви и покоя. Ах, время нечистый теперь, дорогое, такое счастливое лето. Счастливое лето. Счастливое лето. Татьяна Баландина, дорогие друзья, с песней «Счастливое лето» помогал ей в этом Игорь Красильников. Ну что ж, вот такая вот она была реальность этого «Счастливого лета» в течение 3 минут 33 секунд. Татьяна, хочу также передать привет вашему композитору и аранжировщику. Очень правильные инструменты подбирают под ваши тексты и ваш голос. Вторая песня, дорогие друзья, от Татьяны Баландиной называется «Танец детства». Вторая песня написана в том же автомобиле по дороге в Москву. «Танцует детство». Мне кажется, если бы вы увидели ту танцующую девочку под дождем, вы бы тоже написали эту песню. Так как это просто невероятно и удивительно, прекрасно и трогательно. Эту девочку зовут Ксения, и она с сестренкой Мари просто зажигала под ливнем. А их мама Елена, моя-моя, трижды моя Леночка, правильно делала, что снимала их и прислала мне это видео. Если кому-то интересно, как танцевали девочки, то клип я смонтировала и выложила на YouTube. Найдете! Татьяна Баландина, песня «Танцует детство», дорогие друзья, на YouTube обязательно посмотрите. Так что спасибо всем, кто рядом, кто вдохновляет меня в творчестве, кто открыт, чист и светел. Вот именно таким людям, Татьяна, которых вы перечислили, мы всегда рады на радио «Шансон плюс». Для таких людей у нас всегда открыты наши двери. Итак, дорогие друзья, из одной реальности погружаемся в следующую. Татьяна Баландина «Танцует детство». Летний ливень за окном, он словно из ведра льет целый день, и всех прохожих гонит по своим домам. Он как стена, он льет с утра, а я в машине из окна смотрю на девочку. Она целует дождь, играя с ним, и не страшна ей непогода. Танцует детство цветным кино, красивой девочкой, смешной под летним проливным дождем. И пусть грохочет гром вдали, но в этот миг весь мир, как этот летний дождь, лишь только ей принадлежит. И все как будто нипочем, скользя по лужам босиком, танцует детство под проливным дождем. Как эта девочка и я таким же летним днем, когда-то в детстве танцевала под проливным дождем. И так легко мне было обниматься с ним, и босиком гонять по теплым лужам. В пузыри была дорога, как река, и так же не страшна была мне непогода. Танцует детство прохладным днем, красивой девочкой, смешной под летним ласковым дождем. И сколько бы он тут ни лил, но в этот миг, лишь только ей огромный мир объятия распахнул свои. Она танцует так легко по теплым лужам босиком, забыв о том, что мимо прячась под зонтом. Спешат прохожие и прячутся в домах, ругают дождь, ругают грозовые тучи в небесах. А ей все это нипочем, и под серебряным дождем танцует детство. Танцует детство. Танцует детство. Танцует детство Татьяна Баландина, вторая песня в рамках проекта «Твой шанс» на радио «Шансон плюс». Спасибо вам, Татьяна. Спасибо, Евгений, за ваше творчество, за настроение, которое вы просто выплеснили в нашей души. Спасибо вам, Евгений Боднарь, Татьяна Баландина, создатели прекрасного настроения сегодняшнего вечера на радио «Шансон плюс» в рамках конкурса и проекта «Твой шанс» – 14 эсир. Вот такой вот он был, дорогие друзья, и надеюсь, что 15 эсир тоже будет не за горами. Искренне на это надеемся, и приглашаем всех творческих, чистых, открытых, мирных людей принимать участие в нашем конкурсе и проекте «Твой шанс» на радио «Шансон плюс». Добро пожаловать, дорогие друзья, вам мы всегда рады. Ну что ж, вот такой вот он наш 14 эсир. Спасибо еще раз Татьяне, Евгению. На сегодня, дорогие друзья, что касается конкурса и проекта, у нас все. Напомню, что данный эсир записывается и появится завтра в том же самом разделе анонса на нашем официальном сайте radio.shansonplus.com в разделе, в котором был анонс и ваши афиши сегодняшнего 14 эсира. Спасибо всем за внимание. Радио «Шансон плюс», «Шансон плюс». Твой формат.